Среди нас нет ни четвертых, ни третьих, ни даже вторых. Почему? Потому что мы первые. Но это очередной выпуск новостей. Для первых нет преград, ведь движение объединяет все регионы. Прошел масштабный телемост с регионами, объединившим активистов движения. Мероприятие проводится для общения с ребятами из других регионов, которые участвуют в движении первых. Форсайз-сессия по проекту линейного парка Вахе. Благодарственные письма получили семьи, которые внесли особый вклад в развитие родительского сообщества «Родные любимые». Как не стать жертвой вербовки и террористической организации? 4 апреля у представителей Совета первых состоялось мероприятие «Телемост». Правда? Что ты можешь про него рассказать? Ну, единственное, что мероприятие проводится для объединения и сплочения представителей движения первых. А что было дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Слушай, а ведь наш корреспондент Софья присутствовала на этом мероприятии. Я думаю, она нам и нашим зрителям с радостью расскажет о нем. Ну вот, отличная идея. Интересно ведь, а главное полезно. Здравствуйте, дорогие друзья. И сейчас мы с вами за стеклом наблюдаем за Межрегиональным Советом первых. Надеюсь, все знают, что сегодня в 9.00 по московскому времени будет проходить мероприятие с пятью регионами. Но что же будет происходить на данном мероприятии? Знакомство. То есть, каждый регион подготавливает видео-визитку от двух до трех минут. Обмен опытом. Запуск совместных акций. Каждый присутствующий должен выбрать направление движения первых и придумать одну или две идеи, которые вы предложите на телемосте. Мероприятие проходит для обмена опытом работы движения первых, чтобы поделиться рассказами о своем родном крае, а также для проведения совместных акций и мероприятий. Подскажи, пожалуйста, кто может стать участником движения первых? Участником движения первых может стать любой школьник, либо студент с возраста от 6 до 25 лет. Но любой желающий, кому это нравится, ведь есть 12 направлений, которые может найти каждый себе по душе. Какой регион первый откликнулся на проведение данного мероприятия? Самый первый регион откликнулся ЛНР, город Бранко. Потому что там очень активные ребята, которые всегда готовы на любую инициативу. Какие существуют направления в движении первых? В движении первых существует 12 направлений. Такие такие, как литерство, медиа, СОЖ, спорт и культура образования. И с теми. С какой целью проводятся такие мероприятия? Мероприятие проводится для общения с ребятами из других регионов, которые участвуют в движении первых, а также для открытия новых челленджей и акций. Вика, поскажи, как долго вы готовились к данному мероприятию? На самом деле, к данному мероприятию мы готовились не долго. Только в марте я обдумывала. И вот 7 марта я написала ребятам с предложением, чтобы они присутствовали на телемосте. И ребята согласились, они сразу приняли мою инициативу. И вот сегодня у нас был телемост. Диан, а ты когда-нибудь думала, что такое жизнь? Как по мне, жизнь – это череда очень интересных событий. Запланированных или неожиданных. Таких событий, что недавно произошли. А тут давай поподробнее. На днях региональный координационный совет при губернаторе Сахалинской области состоялся на одном из островов Курийской беды. Пометочка. Кунашир – это зал в правительстве Сахалинской области. Раз ты такая умная, то рассказывай дальше сама. А вы знали, что в движении находятся не только дети, но и их родители. Поэтому создано сообщество «Родные, любимые», куда входят родители, которые активно живут жизнью своих детей. И не только. Итак, 3 апреля Валерий Игоревич Лимаренко наградил самые активные семьи благодарственными письмами. А также активисты нашего движения из разных регионов, в том числе ребята из нашего муниципального округа, поведали о своей деятельности и будущих проектах, попросив помощи в их реализации. В нашем городе 4 семьи были награждены благодарственными письмами. От колобой нашего города Евгения Николаевича Михлика. 3 апреля в зале Кунашир правительства Сахалинской области состоялся региональный коордиционный совет при губернаторе Сахалинской области. В это же время в администрациях 17 районов, в том числе Ахи, собрались главы, заместители и специалисты муниципальных округов, а также активисты движения первых и семьи, которые участвуют в продвижении сообщества «Родные и любимые». Семьи активно участвуют в жизни города. Не только дети, а именно вся семья. Для торжественного момента организаторы навели телемост. Все муниципалитеты были на видеосвязи с Южно-Сахалинском. В нашем городе благодарственные письма из рук главы Евгения Николаевича Михлика получили представители 4 семей. А именно, семья Быстрых в лице Ольги Анатольевны и Григория Ивановича, семья Полчей в лице Натальи Николаевны и Антона Михайловича, семья Жедовича в лице Андрея Александровича и Дарьи Анатольевны, семья Глебовых-Перминовых в лице Глебовой Галины Сергеевны и Перминова Виталия Петровича. Все семьи входят в сообщества родные и любимые, проводят невероятные мастер-классы для детей, работают с благотворительными фондами и помогают детям в участии во всероссийских акциях. Не так давно я защищала проект облагоустройства улицы Советской. Давай расскажем об этом поподробнее. Архитектор Екатерина Журавлева лично прилетела из Тюмени, чтобы проработать планы благоустройства улицы Советской. Также была проведена проектная сессия с жителями города. В ходе этой сессии команды, которые представили свои взгляды на будущее улицы Советской. Звучало множество идей. Павильоны торговли в одном стиле, места для мастер-классов, новая спортивная площадка. Но самое важное для нас, активистов, что нас порадовали. Захотели услышать идеи и от молодежи. Такие как разные спортивные площадки, зоны прокатов самокатов, качели и даже новый молодежный центр. В общем, мы будем с нетерпением ждать результатов и верить в нашу победу. Ведь мы первые! Архитектор и дизайнер Екатерина Журавлева специально пролетела из Тюмени, чтобы наглядно увидеть и проработать идеи благоустройства улицы Советской. Администрации нашего города, предприниматели и активисты движения Первых обсудили проект про благоустройство, а также высказали свое мнение и пожелания. Очень здорово, когда администрация города Евгений Николаевич Миклик и Роза Федоровна Муртазина привлекают молодых людей принимать участие в обсуждении такого важного вопроса. Также была проведена проектная сессия с жителями города. В ходе проектной сессии сформировалось семь проектных команд, которые представили по итогу сессии свое видение будущего преобразования улицы Советской. Включали предложения об создании павильонов торговли в едином стиле, были предложения добавить места для мастер-классов, проведения этнических мероприятий. Также горожане хотели бы новую площадку для занятия спортом, воркаутом. А самое важное, что услышать предложения захотели и от нас, молодежи. Ребята отметили, что хотели бы видеть больше зелени на улице, чтобы проводить дни дома больше времени. Включали предложения о разных видах спортивных площадок, создании велодорожки, зоны прокатов и самокатов в летнее время. А также продвижающее поколение хотело бы видеть качели на улице Советской. Одна из команд предложила установить арт-объекты – скамейки на Аллее любви для будущих молодоженов. Также молодого поколения очень просили построить настоящий молодежный центр с возможностью поиграть в настольные игры, вкусно покушать и обсудить свои идеи, посетить в этом же центре компьютерный клуб. Мы будем с нетерпением ждать нашу победу, ведь мы первые! Следующая новость посвящена последствиям трагических событий, произошедших в Крокус-Сити-Холле. Многие из вас знают, что подросткам начали приходить сообщения, в которых им предлагают устроить теракт или с просьбой пересылать сообщения с недостоверной информацией своим друзьям и публиковать в своих социальных сетях. Наши корреспонденты взяли интервью работников полиции с просьбой разъяснить, как же себя вести и кому можно обратиться, если вдруг такое сообщение придет к ним. Мы выражаем слова соболезнования всем родным и близким погибших и пострадавших. Знайте, мы с вами, вся Россия с вами, вместе мы сила! Здравствуйте, меня зовут Оксана. Меня зовут Мария. Мы бы хотели поднять, к сожалению, актуальную на сегодняшний день тему, как провокация подростков для совершения терактов и их вербовка с помощью различных способов. Сегодня у нас в гостях сотрудник полиции, инспектор по делам несовершеннолетних, младший лейтенант полиции Тищенко Вероника Анатольевна. Вероника Анатольевна, подскажите, пожалуйста, почему именно чаще всего поступают такие сообщения подросткам? Потому что в основном подростки и молодежь являются основными потребителями сети интернет и мессенджеров. Как подростков вербуют террористы? Обычно такие люди являются хорошими психологами и умеют подобрать каждому психологический подход, например, предлагая денежное вознаграждение, либо подбирают методику запугивания, что они причинят вред либо самим подросткам, либо им, их родным и близким. А есть ли примеры преступлений террористической направленности, совершаемые подростками на сегодняшний день? Могу сказать, что по Сахалинской области зарегистрированы обращения граждан по данному факту. В случае с подростками также имеются распространения сообщений террористического характера, но молодежь и подростки не всегда осознают смысл данных сообщений и ответственность за их распространение. Как правильно реагировать на подобные сообщения? Самое главное в такой ситуации сохранять спокойствие. Данное сообщение ни в коем случае не нужно удалять, нужно его зафиксировать, сделать скриншот, после чего обратиться к родным и близким, либо к учителям, если вы находитесь в данный момент в образовательном учреждении, и обратиться в правоохранительные органы. Каковы меры ответственности несовершеннолетних за заведомо ложное сообщение об акте терроризма или за совершение преступлений террористической направленности? Лица, достигшие возраста привлечения к уголовной и административной ответственности, привлекаются в порядке установленных законом. Эксперты уверены, что такие провокации будут продолжаться. Какие меры применяются, чтобы избежать таких провокаций? В настоящее время сотрудниками полиции проводятся профилактические мероприятия в образовательных учреждениях, такие как лекции, родительские собрания, беседы с несовершеннолетними, а также размещается вся информация в сети интернет и на официальных сайтах МВД. Спасибо за беседу, Вероника Анатольевна. До свидания. До свидания. Ну что ж, пора прощаться. Наш выпуск новостей подошел к концу. Ценитесь своих родных и близких. Ну а мы с вами не прощаемся, а говорим До новых встреч! До новых встреч!